всем доброго прекрасного дня хотя что-то у нас на урале наступили пасмурные денечки но думаю погода наладится приехали немножко поработать сегодня так вкратце вам порассказываю как как устанавливать термоприводы как их обслуживать и про обогрев в грянках и систему подвязки так сказать первые самые нужные моменты жизни садоводов и тепличников начнем с обогрева как вы помните прошлой выходной я установил включил обогрев часто к наташа здесь будет высаживать смотрите вот я сейчас заснул увидите снег чтобы он заработал почему я сделал сверху и оказалось он вот тут верхнем словите земля вся сухая была то есть прогрелась и он не работал то есть уже прогрелась поэтому сейчас я его сделаю не сверху вот так вот а закопаю наоборот вот в бок сбоку то есть поглубже чтобы потому что верхний слой все равно прогревать все тепло идет кверху ведь и получается датчик почему многие еще бывают что оказывается не работает все тепло сверху и пока она остынет уже лишь у вас парник уже видите да как бы тепло держит он даже эти вот испаренный получать сверху держит и он меньше медленно не остывает земля поэтому лучше его закопать вниз откуда идет так скажем холод вот такой и вывод для себя сделал хотя на основном глубоко эти зарытом все теплые уже земля прогретая вот там даже видите с этой вот которая пластмасска здесь идет ненужные ну вот если кто видел обогрев до покупал вот на ремня пряжка как и называют ненужное поэтому сейчас я его закупаю он земля теплая потому что вы даже с паренами выключился надо чтоб подольше поэтому сейчас я засунул снег просто баночка вот такая и все он заработал здесь теплый теплый греет это моя его сейчас закопаю по другому в бок туда наверно в угол куда-нибудь он подольше грел пусть потому что но мне не перегорит температура ленты в среднем 40-50 градусов и она распределяется и растение у вас вашему корням растения ничего не про обогрев вам рассказал сейчас идем идем дальше ну так мы с михаилом берем доску несем я даже снимать успеваю и на второй этаж заносим где все предели ссылочку профиль оставить лайки ставьте комментарии пишите что сил нету каши не накормили что-ли его каши наташа вот такая шабашка у нас в уральской усадьбе теперь дошла очередь до термоприводов обслуживать смотрите для обслуживания нужно будет вот такое обычное масло бытовое универсально в таком тюбике видите как дается везде тряпочку маслицем и надо смазать вот этот сток надо лучше на холодное в холодном состоянии когда он двигается если он у вас будет нагретый вы не сможете так сделать просто этим маслом смазывайте что шток и туда сюда чтобы манжета вот здесь они смазали все это надо делать вот такую процедуру осенью и весной но надо когда они холодные то есть холодное время прохладно если они у вас будет уже нагретый шток выдвинется вы не сможете обратно его задвинуть потому что вы его или погнете или сломаете вот так вот ничего сложного нет и вот так вот каждый термопривод если он у вас он снят например лежит делается все просто тоже холодным только состоянии раз его вдавили и потом его ну и сейчас будет еще одной рукой и обратно вытащить как раз вытащи и смазывайте этот штук что тут главное происходит что почему потому что бывает даже в инструкции написано что у вас здесь закусывать то есть надо вот это место все смазывать что банджеты были смазаны и тогда у вас будет все прекрасно работать выдвигается смотрите любой гидроцилиндр который рассчитан он работает на выдвижение то есть полость на газа на масле нагревается шток выдвигается обратно они сами не заходят поэтому нужна возвратная пружина обязательно которая обратно шток затягивает когда он остывает можно вот видите вот тут мы сделали рычаг у нас также на форточках стоят такие рычаги которые открывает фоточку открывается примерно так на какое расстояние и закрывается а например сверху вот здесь коньковой части до треугольных то тут хоть как ставится стяга вот этот с уголочком еще старые типа ведь маленький уголочки уголок на самой форточке также выдвигается и задвигается обратно все и смотрите еще одно тут еще старого типа форточки не как сейчас потому что теплица уже пятый год пятый сезон экспериментальная вот тут комби стекло стекло поликарбонат видите как сделано любой термопривод должен сам открываться и закрываться это всегда всем говорю кто хочет поставить отдельно на двери вы тогда если поставите на дверь вы не зайдете не выйдете вам надо будет его отсоединять поэтому он устанавливается только на отдельные форточки но отдельные форты для отдельную деталь которая сама открывается художе стеновая форточка тоже сама открывается и сама закрывается вот вроде бы все и сейчас идем дальше Теперь про самый главный аксессуар еще в теплице Без которого практически нельзя обойтись Это система подвязки Смотрите, видите, трос натянут Над грядкой К ней привязываем мы шпалеру Или веревку, бечевку Все что угодно Если вы без нее, вам надо будет втыкать в колышки Или арматуру, доски, не знаю И как бы к ним привязывать уже Система подвязки чем проще Вы ее один раз натянули и забыли Вот здесь нитка одна Здесь вот вторая, тут неправильно я сделал Конечно, на косу, видите, две Можно было прямо делать И с этой стороны Также еще можно сделать Мы с прошлого года в Нужераб Начали практиковать Можно сделать систему затенения То есть натягивается трос И на нее просто укровной материал Перетебивается И получается как зашторивание Очень удобно, я вам скажу Себе вот даже потом, сейчас попозже сделаю Не знаю, посмотрю, какой лет Потому что здесь южная сторона, здесь палящее солнце Система подвязки И с чего она состоит? Все очень просто Трос, конечно, соответствующий Вот он трос Пластина с саморезом Карабин Зажим С другой стороны идем Здесь у нас идет натяжитель Талараб Называем Или Таураб В общем, натяжитель по-русски Чтобы это он постоянно поправляет Мы ставим М6 И также, если здесь, например, на арках Видите, вот такое вот пароушино Наверху проще То есть они перекидываются просто через арки Здесь я делал из того, что было Конечно, на монтаже там по-другому все делается Аккуратнее И трос здесь еще стоит у нас старый Вот это вот свежий Вот он, видите Это 2 на 3 А мы сейчас ставим 3 на 4 Мощнее Вот, вы видите, он уже слаб Надо его подтянуть Вот здесь просто подтягивается Ничего сложного нет Все это можно купить в любом крепежном магазине Строительном И самим сделать А также мы продаем комплекты уже скомплектованы На вашу длину Все, что надо Стройка Великая наша Огород Это пол Решили сюда его переместить Пока время еще есть Здесь под крышей быстрее высохнет Вот такой второй этаж Следующий момент в теплице Фундамент Тут многие говорят Смотрите, у нас фундамент из бруса Сделан Здесь стекло Ни одного стекла в окно Что? То есть Но Я делал на чебенку И потом, когда выкапывал грядку Мне пришлось полностью пропенить Чтобы он не просел Опять намертво встал Везде Потому что грядки Выкапывались Вот дальше По грядкам Так как здесь была Чебеночная цепка И пришлось выкапывать Вручную грядку Она здесь Насыпалась Потом, когда я уже поставил грядки Запенил снаружи И подсыпал Намертво Грядки глубиной Здесь 60 сантиметров Сразу же делал их Утепленную С пеноплексом Видите, корыто Где-то Поэтому мы Постоянно Каждый год Свеженькой земли Подсыпаем Смесь делаем И выкапываем Трансшейки То есть В этом году В одном месте Посадили Например, в этом Через шаг И свежую В эти траншейки Засыпаем Почву новую Грядки Смотрите Бывает Здесь я вот Сделал все металлические И Залил стяжку Бетонную Под ней Пеноплекс Утепленную Кстати Утепленную Нетеплую Здесь Просто Цыпка Песчаная И плитка Смотрите Плитка Что пошло Начала Вся Белеть Соль Выступать Поэтому Лучше Залить Бетон Покрасить Его Краской По бетону Она со временем Смотрите Облупляется Все равно Как бы Дорогая Не была Краска Все равно Облупляется Это Подкрасить Недолго Зато Ровненький Пол На щеле Ничего Есть еще Вариант Делал я Деревянной Грядки Уже потом После железных Решил сделать Деревянной Обратите Внимание Вот В этой Теплице Наша Экспериментальная Вот Алексей Спряталась Вот Здесь Вообще Супер Грядки Сделал Из доски Строганной Камерной Сушкой И покрыл Их Хорошим Антисептиком Три в одном Здесь Что-то Пишут Посадки Вот Деревянной Грядки Но Здесь Промахнулся Зимой Когда Здесь Была Теплица Здесь Решил Видите Как Плитку Как Страшно Получилось Даже Не Хочется Браться Надо Машинкой Механический Способ Зачищать Цемент И покрывать Лаком Чтобы Было Все Красиво Пока До Этого Руки Не Доходят Здесь Вот У нас С кабелем Греется Все Отлично Это Что Здесь У нас Лук Да Какой Это Лук В общем Посадки Лука Доску Затащили В этом Вот Вроде бы Все На улице Простые Как говорят Гробики Все Из доски Но Это Будет Еще Облагораживаться Не знаю Здесь Видите Вот Здесь Будут Дорожки Заливаться Потому Что По щебенке Никому Не слушайте Никого Ни поясиком Не походить Никак Надо Или Вот Здесь В прошлом Году Кто Смотрел За нами Начал Делать Крану Везде Вызг И Вот Такая Палубная Начал Делать Здесь У нас Стоит Емкость Раздачи Воды Летний Вариант Вода Входит Там Стоит Поплывок Вода Автоматически Ну то есть Вода Заканчивается Она Автоматически Набирается Скважины И Здесь Как бы Типа Летнего Душа Сделано Еще Открытого Хотел Шторку Повесить Ветром Содрало И Пошла От него Разводка Видите Здесь Где краны На Газон Поливать Шланги И Здесь Краны Дуже Пошли Вот Они Видите На Грядках Это Теплая Вода Не Холодная С Емкости Чтобы Поливать И Еще Надо Делать Дальше Их Везде Которые Быстро Монтируем Разъемы Так Вот И Здесь Еще Вода Которая Пойдет Разводка Туда На Те Грядки И Пойдет Вдоль Будет На Полив Газона И Дальше За баней Будет Разводка А Это Легендарно Космова Космо Космо Яма Компостная На Которую Я хочу Поставить Наш Вот Хлебницу Как раз Сюда Я хочу Поставить Мы Здесь Кабачки Либо Кладки Кабачкин Тоже Садила Что-то У нее Выросло Здесь Не Помню Вот На Нее Хлебницу Поставить Которую Мы Производим Она Как раз Вроде По Размеру Подходит Здесь У нас Стоят Как мы Помним Сделали Себя Малинник Здесь Они Там Растут Начали В этом Году Еще Посадим Малины Подсадим Ну Здесь Сад Елочка Голубая Яблони Вишня Вон Так Кажется Вишня Яблони И Там Еще Дальше Продолжение Будет Сада Вот Теплица Наша Которую Первая Испытательная Бежевая Еще Пробовали Красить Это Зеленая Которая Ржевеет Из Черной Трубы Арочная Полторашка Продолжение следует